Приветствую, мои хорошие, с вами Алексей Крэзилайф, и сегодня мы начнем такую замечательную проходить игрушку под названием Anabiosson Разума. Это старенькая, страшная, морозная местами стрелялка, которая, я думаю, заслуживает отдельного внимания, потому что наряду с другими шутерами у нее есть своя атмосфера. А что это за атмосфера и о чем повествует сюжет, я думаю, мы узнаем в рамках прохождения. Я, конечно, когда-то давно эту игру проходил, и хочу вместе с вами ее вспомнить. Если, соответственно, вы эту игрушку знаете, то вам будет приятно, я думаю, в нее поиграть еще раз вместе со мной. Ну а, соответственно, если вы про эту игру не в курсе, не слышали, то я думаю, что вы будете приятно удивлены от данной игры. Пришлось немножко потанцевать с бубном, чтобы запустить ее на Windows 10. Также здесь эта игра очень знаменита тем, что у нее нет оптимизации, что раньше ее не было, что сейчас ее нету. То есть даже там на сильных компьютерах она местами очень плохо идет. Но, тем не менее, я откалибровал настройки, и я думаю, что сильных там фризов или подлагов не будет. Ну что, ребят, давайте приступим. Новая игра. Моя история неутешительна. Она не сладостна и негармонична, какими бывают вымышленные истории. Она отдает бессмыслицей и смутой, безумием и сновидением. Жили на земле в старину одни люди. Непроходимые леса окружались с трех сторон таборы этих людей. С четвертой была стив. Были это веселые, сильные и смелые люди. И вот пришла однажды тяжелая пора. Явились откуда-то иные племена и прогнали прежних вглубь леса. Там были болота и тьма, потому что лес был старый, и так густо переплелись его ветви, что сквозь них не видать было небо. И лучи солнца едва могли пробить себе дорогу до болот сквозь густую листву. Но когда его лучи падали на воду болот, то подымался смрад, и от него люди гибли один за другим. Нужно было уйти из этого леса. И для того были две дороги. Одна назад. Там были сильные и злые враги. Другая вперед. Там стояли великаны деревья, плотно обняв друг друга могучими ветвями, опустив узловатые корни глубоко в цепки илболота. Это были все-таки сильные люди. И могли бы они пойти биться насмерть с теми, что однажды победили их. Но они не могли умереть в боях, потому что у них были заветы. И коли бы умерли они, то пропали б с ними и жизни, и заветы. И потому они сидели и думали в длинные ночи под глухой шум леса в ядовитом смраде болота. Они сидели, а тени от костров прыгали вокруг них в безмолвной пляске. И всем казалось, что это не тени пляшут, а торжествуют злые духи леса и болота. Вот так и начинается наша история. Наш главный герой очухивается. Давай, 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 поднимайся. Немножко замерз, но это нормально, потому что погода явно не оставляет никакого шанса на выживание. Итак, мы начинаем на корабле, если быть точным, на ледоколе. Как мы сюда попали, пока что непонятно. Выбраться можно. Выбраться, похоже, нельзя. Ну что ж, остается тогда отправляться вглубь корабля. Все такое холодное и промерзшее. Аккорбатно спрыгиваем, и мы подобрали свой фонарик. Он здесь нам очень хорошо поможет, потому что здесь какая-то просто непроглядная тьма. Да, с ним значительно лучше. Сосульки падают, двери открываются, следующая станция такая-то, такая-то. Ну вот здесь посветлее, уже хорошо. Когда светло, это здорово, потому что во тьме прячутся монстры. Мы с вами смотрим воспоминания. То есть, получается, мы должны восстановить картину произошедшего по воспоминаниям. И маленький фрагмент воспоминания был нами просмотрен. Все что-то шумит, кряхтит, шипит. Такие звуки. Очень пугающие. Подходим поближе. То есть, получается, а этот фрагмент воспоминания был до того, как произошел первый фрагмент. Собачки гавкают, лед трескается, и сейчас мы скоро должны свалиться вроде как. На самом деле, надо было бежать отсюда. Просто бежать. Ох, ничего себе, мы на какой высоте. А мы, получается, оказались на том краю. Здорово, проходим вперед. Вот этот холод, вот этот замерзший мир, он просто хранит в себе тайны и загадки, которые мы должны решить. Что нас ждет, пока что непонятно. Выглядит все очень красиво, но пугающе. Бродим по замерзшему ледоколу и очередное воспоминание. КОНЕЦ КОНЕЦ Сейчас опять мы упадем с вами. Собачки, что ж вы гавкаете? Это так. Но на самом деле, они неспроста гавкали, то есть предупреждали нас об опасности. Мы опять оказались на другом краю. Нам остается только одна дорога идти вниз. Значит, здесь мы не пройдем, тогда спускаемся. И, похоже, очередное воспоминание. Это, получается, мы оказались внизу. Но, тем не менее, мы выжили. Вроде как не ранены. Ноги себе не сломали. Уже хорошо. Собачка сверху гавкает, пытается нас зазвать. Сейчас я к тебе поднимусь. Не переживай. Младшему научному сотруднику Северной полярной станции Полюс-21 Александру Нестеру прибыть 27 марта 1981 года в точку с координатами 86 градусов 21 минута северной широты 74 градуса 57 минут восточной долготы для поднятия набор атомного ледокола Северный ветер. Пока что ничего не понятно. То есть, получается, записки нам помогают восстановить хронологию событий и попытаться разобраться, что же здесь все-таки случилось. Но сейчас как минимум нужно выбраться отсюда. Собачка уже убежала. Сейчас я до тебя доверусь. Все очень плохо выглядит. Наш главный герой ходит просто по какой-то буре снежной, ледяной. Нужно никуда не свариться. Так, вроде здесь безопасно. Мы должны идти на лай собачки. Только здесь, похоже, мы не пройдем с вами, ребят. А можно здесь запрыгнуть? Здорово. Собака-кусака. Ну-ка, показывай мне дорогу. На самом деле, немножко странно, откуда она знает, куда нужно идти, но меня это, если честно, сейчас мало волнует. Самое главное, это выбраться отсюда. Ой. Я, похоже, провалился в текстуру. Она находится на возвышенности. Как мне туда забраться? Собака-кусака. Сюда я не зарезу. Похоже, нужно придумать мне, как забраться наверх. Потому что, судя по всему, мы здесь не пройдем. Может, здесь как-то можно пройти? Сейчас я чувствую, опять в текстуре провалюсь. Но нет, все нормально. Очень плохая видимость, ориентируясь просто на лай собачки. Все отлично, мы выбрались. По крайней мере, теперь дорога более очевидная. Так, прыгаем. Собака-кусака. Куда ты меня ведешь? Хотелось бы, конечно, попасть в какое-то теплое, уютное место. Но, судя по атмосфере, такого места здесь попросту нет. Подожди, ты говоришь, туда идти. А как я туда пойду-то? Ага, по верху. То есть, получается, мы ходим вокруг этого ледокола. И сейчас должны забраться внутрь. Смотрите, ребят, а мы отсюда как раз и начинали игру. То есть, получается, благодаря этому воспоминанию мы теперь поняли, как мы здесь оказались. Как мы вообще сюда попали. Так, а где проход? Сюда можно пойти? Нет. Тогда нам что, остается только одна дорога наверх? А нет, вот здесь и есть проход. Аккуратно проходим. Как же все-таки сильно промерз этот корабль. Но это нормально, потому что погода на улице просто адская. Все замерзло, все промерзло. Здорово, парниш. Ничего себе, это еще и работает. Здорово. То есть, получается, это генераторная. Да будет свет. Спасибо. И очередное воспоминание. Теперь мы можем погреться. Отлично. Дело в том, что наше здоровье это тот показатель тепла, который у нас есть. Ну, нихрена ж себе. Ты что еще за урод? Итак, мы повстречали первого монстра. Да, выглядит все ужасно. Нам остается идти только сюда. Ой, 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 ой. Там за мной кто-то гонится, ребят. Валим, 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 валим. Куда идти-то? Хорош. Так. А где он? Тихо, 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 тихо. Похоже, он куда-то убежал. Здесь ничего нет. Так, ладно. Вот страшная морда. И у нас появилось первое оружие. Правда, это сложно назвать оружием. Какая-то она очень унылая, эта цепь. Но всякое лучше, чем ничего. Тем более, что у нас уже появились монстры, которых надо как-то пытаться убить. Иначе они нас... Так, допустим. Уже почаще сохранятся. Парниш, держись. Держи крепче. Ой, ой. Иди отсюда. Иди отсюда. То есть, получается, мы смотрим вот эти как раз воспоминания и смотрим картину то, как все здесь вот это произошло. Это катастрофа, это авария. Живучая тварь. А нельзя нигде погреться? А, вот есть лампочка. Отлично. Эй. Ну вы что лампочку-то мне разбили? Я хотел получше погреться. То есть, получается, чем холоднее, тем быстрее у нас отходит хпшка. Ну и плюс еще, конечно, монстры отнимают хп. Здорово, мужик. Хочешь тебе помочь? Черт, и тут эта тварь. На тебе. Эээ, на тебе. Я тебя помахаюсь. Ни хера себе. Слушайте, он просто каратист какой-то. Хорош. Хе-хе, размотали его. Давайте попробуем еще полечиться. Ой, хорошо, хорошо, хорошо. А, желтая полоска, соответственно, это показатель нашей выносливости. То есть, благодаря этой желтой полоске мы можем бегать. Но фишка в том, что чем холоднее, соответственно, тем она медленнее восстанавливается. О, и опять этот тварь. Что же здесь все-таки произошло-то? Каратист просто из меня никакой, если честно. Давай, бей. Молодец, промазал. А теперь я. Контр-атака! Нам постоянно пишут подсказки, мол, уворачивайтесь, закрывайтесь от ударов. Но, если честно, у меня плохо это получается, хотя вроде справляемся с монстрами. Уже хорошо. Воу-воу-воу-воу-воу-воу! Хотелось бы, конечно, восстановить хп-шку. Вот здесь есть и лампочка, у которой можно как раз-таки и полечиться. Согреться, полечиться и отдохнуть. Здорово то, что мы с вами генератор запустили. Без генератора здесь никуда. Блин, опять этот упырёныш. Хераси, он ещё и отпрыгивает. Это уже какой-то верткий парниш. Ни разу меня не ударил. Неудачник. У него просто не было ни шанса. Мы так херак-херак, лево-право, и он умер. Опять воспоминания. Быстро! Двери наверх! Здесь сейчас прорвёт! Хорошо. Эй, а ты меня что закрыл-то? Так, наверх говорит. Ну что ж, погнали. Аккуратно забираемся. Поднимаемся, поднимаемся, не кричи. То есть получается, ледокол потерпел какую-то катастрофу, и сейчас скоро он затонет. Жесть, а что творится? Я придержу дверь! Давай, беги! Бегу, бегу, бегу! Это мы, получается, оказались на другой стороне. Отлично! Такое чувство, что отсюда монстр вылезет. Ну давайте сейчас пройдём уже и узнаем скоро, вылезет или нет. Нет, смотрите, никто не вылазит. Неужели нам придётся идти на улицу? Похоже, что да. А вот и наш главный герой. Хотя бы тепло где-то уже радует. Правда, нет ни воды, ни еды, ни хера нету. Опять небольшой кусочек истории. Капитан, лоза показывает скопление льда по проложенному курсу. Лоза? Это ваш новый ясновидящий прибор? Ясновидение оставим шаманам. А это точная научная аппаратура. Ошибки исключены. А знаешь, почему лозой назвали? Да, читал когда-то. Раньше с помощью лозы, кажется, воду искали. Правда, тогда и лес на корабле рубили, и вдаль под парусом ходили. В общем, времена больших открытий. Всё приходит со временем. Чтобы управлять кораблём, нужно, чтобы он уважал тебя. Слушать, понимать его, разговаривать с ним. Год за годом быть с ним наедине, тогда становишься не просто капитаном, а частью чего-то большего. Как-то сложно всё у вас. А по-моему, достаточно покрепче взять штурвал в руки. Вот дали бы попробовать. Быстрый ты. Ножка ли так не терпится. Пробуй пока на этом. Патрулил его немножко. Ну что, ребят, давайте на этом завершим наш первый эпизод по прохождению этой игры. Ссылка с прохождением игры в описании под видео. Подписывайтесь на канал, ставьте большой пальчик вверх, поддерживайте канал. Не забывайте вступать в руку ВКонтакте. Всем хорошего, позитива, удачи и пока-пока.